Тверь. Старый русский город. В далекие давно канувшие века претендовавший на роль столицы государства российского. С Москвою. В советское время он был переименован в Калинин в честь Всероссийского народного старосты Михаила Ивановича Калинина. Много пришлось пережить жителям этого старого города. Но такова русская душа. Чем тяжелее испытание, тем крепчая, становится сполоченней русский народ. Наглядным примером послужила Великая Отечественная война. Все как один встали, сплотились и в конце концов победили. А кто же в частности нес тяготы той жизни, которая с каждым годом отдаляется от живущего на ней поколения? Итак, кто они? На примере одной семьи, вернее ее истории, становление, ее план, невзгод. Как говорится, родина начинается с семьи. Так и в нашем случае. Все прослеживается параллельно истории нашей страны. Начало 20 века. Очень даже неплохие постройки, морозовых, для своих рабочих. Казармы для непосредственно рабочих с хорошей развитой социальной структурой, которая решала множество проблем рабочего людя. Сюда входили новые магазины, филиалы, банка, больница, школа, дом престарелых, звездная обсерватория. Это все построили унитатели трудового народа. Ростки пропаганды все больше и больше распространялись в сознании рабочих. И благодеяние Господь теперь после таковой подачи было все нечто такое, непонятное. Одним словом говоря, недовольство росло. И в конце концов, все кончилось тем, чем кончилось. Революцией 1917 года и дальнейшим благодеянием нового строя по отношению к своим товарищам и братьям. Многие раскаивались, но ничего уже нельзя было поделать. Когда по разнарядке тебя загоняли в такие условия, что тяжелый быт отбивал всякое стремление думать. И лишь одно, как бы прокормить сытнее свою семью. На те пайки это доводило до сумасшествия и ужаса. Спасало другое. Дети подрастали. И вот они уже верили в тот мир, который построен для них. Смотря на них, ты сам становился фанатом. Успехи первых пятилеток и тот район, который раньше именовался Парижем. И впоследствии описанный рабочим Варварой Алексеевной Морозовой, рабочему люду стал именоваться пролетарским двором. Подумаю, поднимаю взгляд и подумаю, и вижу монументальное кирпичное строение. И люди, вечно куда-то снующие, о чем-то постоянно спорящие, женщины, которые любую новую информацию принимали на ура. Ибо это было поводом для очередного диспута, обсуждения, спора до хрипоты в голосе. На фоне всего этого и подрастающее поколение 60-70-х годов, время неутомимо идет вперед. Что же происходит в центре двора нашего пролетарского района? Крики, шум, азарт в глазах мальчишек. Хоккей. Каждый представлял себя Харламовым и Якушевым. В воротах стоял крупный мальчишка, стреляющий все время в разные стороны глазами. Он как будто высчитывал траекторию шайбы, которая в следующую секунду должна быть им отбита. Команда гордилась своим вратарем. Преуспевал наш герой. И в сложных взаимоотношениях подростков. Поставленный перед собой в девиз «Никому и никогда не уступать действовал эффективно». В скором времени авторитет молодого человека вырос и среди всего пролетарского района. С ним стали считаться. Но нашему герою хотелось нечто большее. Душевные переживания, не сформировавшиеся еще гармоничного внутреннего мира, влекло ввысь. Слушая Высоцкого, непроизвольно оказывался он рядом в подводной лодке с моряками. Или в ресторане с тем капитаном, который и не станет никогда майором. Как написано, как волнует, просто и самое главное, почти гениально. Брошенный взгляд, как бы случайно на гитару. И все стало на место. Цель на преодоление есть научиться играть в мире. А как он любил вечера, когда, собравшись возле него, вся детвора. И вот тогда всплывали перед ними воспаленным подогретым рассказами парнишки страшные картины. Было очень интересно, увлекательно. Особенно получалось рисовать образно картины той жизни, которая в определенный период окружала многих из живущих в то время остроги. Рассказы о тяготах жизни, приукрашенные ореолом таинственности, какой-то романтикой. Но, однако, напугав детвору, принимался за самое главное. Как считал он и о чем просили старшие, пользуясь авторитетом, внушить его приятелям о том поведении, которое неприемлемо, и его душа на все сто исполняла. Она знала, как можно помочь и что для этого следует сделать. Часы нашей жизни неутомимо бегут, и мы следуем вслед минутам, которые выкладываются в дни, недели, месяцы. Да-да. Совсем незаметно из мальчишки вырос и стал наш герой человеком, у которого возник выбор дальнейшего пути следования по жизненному пути. Сомнений не возникало. Трудовая жизнь, учитывая, что вся династия, начиная с прадеда, работала на заводах Морозова. Шутка ли? У семьи общий стаж на фабрике больше 250 лет. Дух труженика проснулся в молодом человеке, однако тот промежуток времени, прошедший с начала века и вплоть до середины века, принесли множество нового. Включая то, что человек оторвался от колеса телеги и пересел в космический корабль. А машины заменили полностью тягловую силу. И вот куда был брошен взгляд нашего героя. Он стал тем, что так ему нравилось. Быть полубогом по отношению к автомобилю. В его руках этот могучий, как говорили, конь становился на все сто послушным. В любовь первоначально к девушке поменяли его, и он стал более мягок и понятен многим товарищам, друзьям. Свои чувства следовало было бы как-нибудь выразить, думалось Михаилу. Гитара – это та подруга, с которой он поделится и выразит все свои чувства по отношению ко всему миру. Вера в то, что получится, росла с каждым часом, с каждой новой песней, фестивали, конкурсы, победы в них. Утвердили, что в том, что строки необходимы его слушателю. Да, именно его слушателю тяжек труд к тому моменту, когда ты будешь знаменит. Ох, как тяжек. Но если есть в тебе нечто такое, которое ты можешь делать лучше, чем другое, делай. Не стой. Твори. С этим доводом о труде трудно спорить. И я думаю, мало таковых найдется. Труд создает в человеке характер и присущую многим душу. Следует дело за малым. Следовать в верном выбранном направлении. Есть полнесостоявшиеся семьи. И им-то, казалось бы, и переживать не за что. Они не прохаживают с ранним утром с авоськами, которое досталось еще от родителей. И ты в ранний час не падаешь в подъезде, ввиду отсутствия света и сопутствующего факта к всему лампочку. Либо выкрутили или просто разбили. Так ради забавы и смеха. Когда мозг одурманенного подростка не понимал, что и творит. Так вот, он не понимал, скорее всего, даже и не хотел ничего видать. Так как рядом с ним стоял такой же парень, который, столкнувшись с таковой ситуацией, раз больше не подойдет к этой кампании. Он обратит взор в свой внутренний мир. А тот был против всего серого и не очень приятного. В народе говорят, хорошего человека должно быть много. Насколько верно подмечено? Насколько. Не забывал наш герой и учителя, который высказывался первоначально не очень-то лицеприятно. А вот надо же! Жизнь как повернула. И тот отличник теперь совсем забыл ее. А этот молодой человек всегда на протяжении всего времени поздравляет ее, учителя. А это значит ценит то, чему учила. И преисполнялось сердце женщины за ученика, в котором она взрастила настоящего гражданина. У человека, любого из нас, есть пристрастие. Страсть, можно сказать, азарт, ради которого можно пожертвовать многим, всем даже. Таким азартом явилась для Михаила песня. Гитара, к которой он стремился и которую, получив, взялся за освоение гитарных струн. Ведь при хорошем владении может случиться и неплохая музыка, которая звучит, звучит внутри. И столько переживаний. Они будут ли смеяться? Молгосовский нашелся. А как его песни понятны, просты и гениальны? Нет. Я так, конечно, не смогу. Но нечто свое повторять ни за кем не следует. Ты должен показать нечто свое. Тогда заметят. А если нет, значит бездарь и точка. Мысль. Записать диск. А там, если не пойдет, так не пойдет. Все произошло так, нельзя лучше. И диск пошел, и знакомства появились. С теми, которые стоят там, наверху. И все благодаря моим песням. Мне бы подыматься, петь. Но, видно, судьба. Отмечает многих из нас. Отметенными. Мы как мишени. По которым с определенной очередностью бьют. Бьют. И самое главное, промахов нет. Попадание сразу. Сразу смерть. Есенин. Маяковский. Высоцкий. Чудослен. Элвис Пресли. Нет. Я пройду. Я из удачной, новой когорты третьего тысячелетия. Что это? Выстрел. Рана. Операционный стол. Выкарабкаюсь. И врачи успокаивают. Отхожу от наркоза. Вскоре прийти должны друзья. И мои любимые. Мама. Сестра. Что это? Острая боль в груди. Я ничего не понял. Но уже закрыл глаза. Михаила круга не стало. Но песни. Песни до сих пор. Спустя полтора десятилетия. Продолжают слушать. И восхищаться его талантом. Уже новое подрастающее поколение молодежи.